Группный план. Начало второго в Кирове. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Владимира Маматова, пресс-секретаря компании Ветич. Я приветствую в нашей студии. Добрый день, Владимир. Да, Володь, приветствую тебя. Мы виделись почти, что получается, три недельки, да? Ну, у тебя был отпуск. У меня был отпуск, я немножко развился. Ты знаешь, я пообщался с людьми, с которыми давно не виделся, в том числе со своим двоюродным братом, который живет в славном городе Свердловске, ныне Екатеринбург. Да, да, да. Он, мягко говоря, неравнодушен к пенному напитку. Делает эксперимент по домашнему пиву варенью, приобретает разных производителей, сравнивает, что-то отмечает, помечает. Ты знаешь, он мне классную идею предложил. Я хочу с тобой поделиться. Давай, давай. Помнишь, мы с тобой говорили, и у нас в студии были звонки от людей, которые хотят знать, да, прямо из какого солода, из какого хмеля. Я понял. Делается прямо, чтобы с указанием сорта и так далее и тому подобное. Но в то же время ведь мы прекрасно понимаем, что в большой массе, если не сказать основной массе потребителей, это может быть и неинтересно вовсе, да? Интересно. Просто купить и так далее. Если мы говорим о том, что вот этот тетнанг, ну, который основной употребляется, это немецкий хмель, причем экстракт хмеля, который везут к Германии, ну, как сгущенное молоко, то есть они готовят экстракт у себя на месте в Германии, из него и сюда привозятся. Поэтому, ну, я не рисовался просто, поэтому на этикетке мы пишем хмелепродукт. То есть только из-за этого, как бы. Ну, то есть на самом деле в чистом виде хмель мало кто использует, практически не использует. Но это отдельная песня. То есть это интересно в том плане, что ты показываешь хотя бы страну происхождения. Вот мне так кажется. Потому что все-таки... Откуда ноги растут, да? Ну, потому что я в России, в Советском Союзе таких хмеледобывающих предприятий вообще плохо помню. По СОВОДу, да, да, да. Мы покупаем СОВОД российский. Курский. Да, Курский, по-моему, да. Так вот, в чем идея-то заключается? В чем предложение-то, да? Надо, говорит, ближе быть вот к таким потребителям-то не слишком искушенно. Может быть, на этикетке прямо размещать, вот, знаешь, какую-то большую фотографию или большую надпись. Вот этот сорт, например, подходит для пиццы. Прекрасно сочетается. Вот этот там к мясным блюдам. Вот этот к рыбным. Человек увидит, о, клево, сегодня буду рыбу готовить на ужин. Базебука я вятич. Ну, слушайте. Ну, или, знаешь, там размещать надписи вроде там «Не бери больше двух, чтоб наутро быть свежим, бодрым и веселым». Вот какие-то вот такие вот, знаешь, крючочки прям размещать на продукции, чтобы человек увидел и понял. Как бы вот так жестко привязать сорта к какому-то определенному виду, ну, сложновато будет, на самом деле. Ну, знаешь, университет... Я думаю, что ты с коллегами, мастера обосновывать разные, разные фишки. Нет, Володь, я подумаю, но просто, допустим, тот же лагер, стандартный вот вяч, классика, да, который я, как радушен практически, я редко его употребляю. Без алкоголя, разумеется. Конечно. Вот, но как бы он подходит к очень многим вещам. То есть тут, ну, надо подумать, потому что, в принципе, на самом деле, когда человек берет пиво безалкогольное, разумеется, он прекрасно понимает, что он хочет от него получить, ну, какой-то релакс, минимальный какой-то кайф, да, то есть, ну, я очень хорошо, я это приветствую. Почему? Потому что, в первую, вот релакс там на самом деле тебе как-нибудь смешно будет, дает хмель. Ну, мы говорили об этом, мы упоминали как-то. Мы как-нибудь, вот, если успеем, может, даже сегодня начнем поговорим о мифах. Вот меня все время подмывают собрать все сказки, которые существуют вокруг пива, и посмеяться над этим, потому что не так давно мне показывали ролик агитационного такого типа, где, причем, какие-то там люди из Госдумы этого страшного органа, неизвестно чего, они там рассказывали о том, что вот там женские гормоны, присутствующие в пиве, там вот этот пивной живот, там... Диети растут, не будем скрывать, да, есть такие предположения. Да, но к величайшему, в общем, веселью, это я сразу могу тебе сказать, что, допустим, в хмеле присутствуют женские гормоны. Все, только это женские гормоны в соцветии хмеля. С ДНК человеческим они ничего не имеют в общем. Нет, я тебе объясню. То есть, если ты выпьешь, скажем, порядка тонны... Это за раз? Да. То у тебя появится, в общем, серьезная гормональная доза, которая действительно повлияет. То есть количество растительного хмеля, которое надо употребить для того, чтобы хоть какие-то гормональные подвижки пошли, оно гигантское. Измеряется огромными какими-то числами. Гигантское, просто гигантское. Есть еще один потрясающий бред на тему... А, пивного живота мне очень нравится. Потому что в калорийность пива, безалкогольного, разумеется, она совпадает с калорийностью апельсинового сока, по ходу мочи. То есть по утрам, в принципе, можно... Дело в том, что в некоторых странах Европы люди как бы спокойно к этому относятся. В Германии там, по-моему, в любом... Уже можно с 14 лет, по-моему, никто не возбраняется и рекламировал. Официально. Да, естественно. Но это ладно. То есть оно не очень алкогольным напитком считается. Но суть даже не в этом, а в том, что у тебя калорийность самого пива очень низкая. А вот за... Но, естественно... А вот то с чем принято, да? То есть стимулируется пищеварение, и за счет этого счастья. Вот если мы доберемся реально до мифов, может быть, в следующую передачу... Надо обязательно, я думаю, сделать. Это очень интересно, потому что у людей такой каша в голове. Человек как-то везет меня в водителя такси и говорит мне, а что там, порошок-то у вас, это что-то еще там. Я уже смотрю... Я говорю, скажи мне, пожалуйста, зачем, если ты делаешь из порошка, тебе нужен завод там площадью несколько гектаров. Ну, тебе нужна одна байда, бадья, точнее. Куда ты загинул порошок, залив воды и на выходе. Зачем тебе все эти сложности? Зачем тебе эти вагоны с содом? Зачем тебе эти постоянные фуры с хмелем? Зачем тебе все пробирки из Минхена гонять с рожами? Конечно, с порошком проще. Конечно. Разбадяжил, как тебя заблагорассудилось, и все. Ну вот, идея такая. Вот подумать в этом направлении. Можно помозговать, Володя. Человек увидел что-то там на этикетке и сразу понял, что это ему действительно необходимо. Кстати, мы сегодня будем после середины часа подключать наших слушателей. Номер 809, ой, простите, 211-101, безусловно, прямой эфир. Ну, дай бог, кто-нибудь из Сыктывкара нам позвонит. Завели мы еще канал WhatsApp 8909-720-101-0. Вы можете туда писать. Если что-то увижу, то обязательно прочитаю. Ну, это я понимаю, вопрос или комментарий вы будете просить у Владимира Маматова. Ладно, далее побежали. Смотри, по поводу Сыктывкара я начал варнизировать, и тут ты рассказал всем о канале. Смотри, значит, сейчас буквально мне рассказали. Сыктывкар пиво. Ну, не секрет, что представлено. Оно в городе. Да, но выяснилось, что закрывают они свои варечки. Опа. И я сначала подумал, что, может быть, злые какие-то люди там могли им закрыться. Нет, закрывают они сами. Но анекдот другого. Я там ни разу не был, не видел, как мне рассказали. В одном и том же варке у них продавалось и пиво, и майонез. Потому что на том же самом заводе они делают майонез. Я передаю... То есть это, видимо, какой-то пищекомбинат еще с советских времен. Я пламенный привет передаю умельцам и мудрецам из Сыктывкара. Я понимаю, что действительно им нужна какой-то ликбез, образование. Потому что продавать в одном варке два таких разных продукта и надеяться при этом, что это будет восприниматься как что-то серьезное, ну, глуполата, на самом деле. Дорогой, ты куда? Я за безалкогольным. О, и майонез не забыл. И майонез, конечно. Для оливье. Ну, там дальше хлеб, ветчина, ну, все остальное пошло. Да, сигареты. Хорошо, давай помчались дальше. Времени не так много. Мы сегодня больше в новостном формате, да, будем работать. Слушай, да, я думаю, да. Просто произошло за последнее время очень много значимых событий. Это и интерес к авиатскому квасу телеканала НТВ, и интерес телеканала РБК лично Килиевич Вячеславовичу Курагину. Николаевичу. Ой, Николаевичу, простите, Курагину. Да, и точки соприкосновения с Удмуртией. Вот все, обо всем надо успеть поговорить. Ты заикнулся, к сожалению, мы эту тему отложим. Почему? Потому что это, скорее всего, это хороший, прекрасный информационный повод, и я буду рассказывать об этом с огромным удовольствием, потому что, ну, участвовал в этом непрерывно, сам и очень много, и как бы прекрасно знаю себя. И даже отметина на теле есть. Да, ну, это Удмуртский слепень меня куснул на бензоколонке, когда мы смотрели как раз участки в Ижевске. Какие-то звери у них просто, не животные, а неизвестно, что. Болит еще сейчас, жена подозревает загноение. Ну, ладно, все-таки в сторону. И про Удмуртию мы поговорим, наверное, на следующей неделе, когда все будет ясно, подписи будут стоять. Ну, давай хотя бы обозначим, о чем речь-то идет. Нет, это масштабное совершенно и строительство, и продвижение бренда, то есть это, причем мы будем делать не сам Вятич, да, это будет Удмуртский бренд, то есть Удмуртское пиво, поддержанное правительством республики Удмуртия. Ну, поговорим подробнее на следующей неделе, когда уже все вот просто действительно будет уже так, что никуда не надо ничего придумывать, рассказывать в будущем времени. Хорошо, интервью Ильи Курагина телеканалу РБК, которое вышло на этой неделе. Честно говоря, я не посмотрел целиком, в том числе и Владимир Маматов там упоминался в самом начале. Я упоминаюсь везде почему-то. Да, была вспомнена история о том, что ты отправился на известную пресс-конференцию с Владимиром Путиным там. Ну, история завода была до 1910, да, 2014 года. Ну, я понимаю этот формат работы телеканала, да, надо было на широкую публику это все упоминать, чтобы в мозгах это все дело освежить. Итак, ну, в чем знаковость-то этого интервью? Слушай, знаковость сразу по нескольким позициям отметим первое. Насколько я знаю за всю историю телеканала РБК, это первый кировский предприниматель, который на РБК вообще появился. То есть я не помню ни одного. Я причем звонил на РБК, спрашиваю, ребята, а у вас кто-нибудь был до этого? Мне говорят, ну, не знаю, что-то вроде не вспомним тоже, да. Ну, там архивка, кто не стал, да. Из Вязких. Из Вязких, то есть чиновники у нас были. Никита Белых, Игорь Васильев, они, да, на канале РБК существовали, да. Может быть, кто-то еще там, да. Ну, в основном у нас какие там? Посадили, прихватили, арестовали, держат заключение. А вот у нас губернатор. А вот еще один губернатор. Ну, вот между этими новостями и РБК больше... Ну, единственное, сам канал как-то я делал интервью... А, правильно, это летом в Сочи, но меня расспрашивали как пресс-секретаря завода здесь с уголовным делом как раз, да. То есть это было такое у меня интервью. А сейчас они вышли сами. Во-первых, они вышли на Николая Витальевича. На Николая Витальевича передрисовал. То есть мы посидели, подумали и решили, что, пожалуй, лучше всего это будет делать Илья Николаевич. Все-таки Курагин раз. Причем тут один, ну, мой знакомый, Коля Пехтин, вывесил это интервью на Фейсбуке. И один из товарищей... Ну, это же понятно, все это джинса. Я ржал как потерпевший. Потому что вот почему... В смысле проплаченность? Конечно, конечно. Я ржал как потерпевший по одной простой причине. Родной, поинтересуйся на секундочку, на долю секунды. Сколько стоит получасовое интервью на канале РБК проплаченное. И вот прям-таки заводу Вячесича, Илья Николаевича Курагина, вообще семейство Курагина, если кто-то их знает хорошо, он поймет всю эту иронию. Семейство Курагина вдруг взбрело в голову выложить там, ну, хотя бы лям, да, то есть миллион рублей за полчаса на РБК. На РБК? Да. Чего уж-то она не на Первом канале. Да, так вообще надо покупать все во всей телеэфире, там, Илья Николаевича, Илья Николаевича. Ну, это, то есть, бред СВК был. Естественно, это был интерес РБК, честно, совершенно, это интерес РБК. То есть они переслали вопросы, вопросы мы как бы обдумывали, что на них отвечать. Мне интервью понравилось. То есть, как сказать, Илья Николаевич выступил как молодой, энергичный, переживающий за ситуацию, директор производства. Ну, я повторюсь, я не успел все посмотреть, но с первых минут ясно, понятно, что Илья Николаевич, как компетентный такой руководитель, четко в формате телеканала, все, что хотели, и все рассказал. Все правильно. То есть вот самое главное понять, что, во-первых, это первый кировский раз. То есть больше у нас, к сожалению, пока никому интерес не проявлено. Ну, мы с РБК начали работать как раз с уголовного дела началось, мы начали с ними работать, они начали нас запрашивать, публиковаться мы начали у них. То есть у нас постоянный контакт с двумя издательскими домами есть, это с Кембрессантом и с РБК. То есть это, я считаю, очень большое достижение, потому что иметь федеральные площадки в контакте, это серьезно. Вот. И то, что они сейчас обратились к нам, это еще один знак того, что все-таки мы как бы признаны. То есть мы интересны. Причем там много вопросов по ситуации с пандемией, по технологии, по торговым сетям, по соотношению как бы цены-качества, ну, вот все эти вещи, да. Мне понравилось. То есть, ну, не скажу, что это шедевр такой гигантский совершенно, да, но это устойчивое, хорошее 4 спорта. Там один из посылов заключался в том, что может ли вятский квас стать альтернативой газированным напиткам. Но это тоже отдельная тема, очень обширная, конечно. Понимаешь, тут все, на самом деле, все чрезвычайно просто. Вот в этом анекдотах. Все торговые сети рассматривают квас до сих пор. И вот там интервью это есть. И Курагин в этом полностью прав. Рассматривают квас как сезонный напиток. То есть, ну, вот летом мы его будем ставить. Теплее становится, увеличивается спрос. Да, а это самое... В холодное время вообще нафиг. Нам нужно там выставлять его, что-то не пойдет. Между тем, как Кока-Кола и Пепси-Кола, и все сопутствующие... То есть, там же брендов у них много, на самом деле. Все эти Фанты, там Саванапа и так далее, и так далее. Из той же Боди наливаются. Вот. Они у них стоят круглогодично. Никуда они не деваются. И как бы, ну, какие проблемы? Они всегда есть. Почему так же они не поступают с классом? Просто потому, что они живут как бы в прошлом тысячелетии. В другом измерении немножко. И двигать торговые сети трудно. Просто реально, объективно трудно. Это работа сложная. Требует совершенно как бы комплексного подхода. Ну, это отдельная песня. На следующей неделе попробуем поговорим. Вот. То есть, поэтому я говорю, интервью, мне кажется, и свои цели достигло. То есть, все-таки это какие-то сова, может быть, долетят до владельцев торговых сетей. Какие-то вещи. Если они смотрят РБК, конечно. Ну, я думаю, что смотрят, кстати. РБК смотрят. Профильный, безусловно. Да. СМИ, конечно. Там Илья Николаевич у нас коснулся уголовного дела как раз вяческого. Ну, там буквально мельком, потому что он абсолютно уверен, что все это высосано из пальца. И рано или поздно по закону будет принято решение. То есть, самое главное, чтобы это было законное решение. То есть, опять же, они приняты за уши. Ну, и все. Вот. То есть, это первое, как бы, такой, ну, такой интересный, хороший новостной повод был. Я колеблюсь, почему. То есть, не только я, ну, Илья Николаевич, потому что он считает, ну, я с ним согласен в этом смысле, что выпячивать себя, то есть, посвящить, допустим, в кировских СМИ, да, говорить о том, что вот у меня, у Ильи Курагина взяли интервью, РБК, вот так и вот так, и вот так. А вот то, что касается завода, именно то, что касается компании, продукта, может быть, имеет смысл эту новость вот именно подать так. То есть, мы подумаем, скорее всего, мы займемся сегодня в понедельник. То есть, если это срастется, то мы увидим на кировских сайтах, по крайней мере, интервью Ильи Курагина в фономобиле. Да, ну, кстати, хочу уточнить, если кто-то задается вопросом, а что Курагин куда-то ездил на интервью, или журналистов сюда приезжали, нет, это по скайпу все происходило. Это по скайпу прямо в кабинете, конечно. Да, 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 все в рабочей обстановке. В общем, что об этом говорить? Наши слушатели вдумчивые, порядочные, любознательные, я уверен, просто в гугле забиваете РБК Курагин, и сразу первая ссылка. Да, да, совершенно правильно. Первая ссылка выдается это самое интервью. Хорошо, далее НТВ, Ивятский Квас. Ну, НТВ, Ивятский Квас, я тебе сейчас расскажу. Значит, у нас была интересная картина, когда мне звонят и говорят, вот, посмотри немедленно там НТВ про ваш Квас. Я думаю, господи, прости, господи, прости, сейчас все случилось. Опять что-то, да. Вывернули чего-нибудь. Да, может быть, что-то, потому что у нас крайне неприятная история, мы все-таки ее не дожали, вот, честно говоря, и зря не дожали. Ну, это, может быть, и моя халатность, не знаю. Вот. Не дожали историю с Росконтролем в прошлом году. Ну, этот ТВЦ24, московский канал. Да-да-да, я помню эту новость. Да. И вот этот Росконтроль заявил, что там дорожен диоксид серы в Квасе. Консервант. Это консервант? Да, это он считается консервантом, но беда в том, что они взяли методику для вина, применили к Квасу, получили фантастические результаты, потому что там нет СО2. Ну, его, в принципе, не может быть по технологии. Вот. Но дело в том, что тот метод, который они применяют для определения вина, он позволяет, он ориентируется на наличие в продукте крахмала. Такое ощущение, что люди сначала хряпнули этого продукта, а потом что-то вот решили и Квас сюда припринести. Они просто обманули и публику, и как бы надзорные органы, потому что анализ делала лаборатория, да, и она делала правильно все по методике для вина материала. Но как в вина материала использовался Квас, вот и все. То есть мы начали судебные вещи, но там выяснилось, что сам по себе Росконтроль так называемый, это СМИ. То есть это, да, оно зарегистрировано как СМИ, никакой ответственности оно не несет вообще ни за что. То есть это не какое-то там федеральное агентство. Это шарашкина контора, действие учредителей, дело табак. Ну, противно. Причем мы, когда начали говорить по поводу иска уже как раз с РВК, с коммерсантом, то нам было вежливо объяснено, что они касаться даже темы этого Росконтроля не будут. Потому что приличные люди рядышком с этим Росконтролем садиться не хотят. То есть это просто абсолютный отстой, и заниматься этим никто не будет. Понятно, по принципу каждый кулик свои баллы. Да, да, да. Мне когда позвонили на тему НТВ и Кваса, я, честно говоря, испужался, потому что я вспомнил, естественно, Росконтроль, и подумал, что опять какая-нибудь ахиняя. Нет. Оказалось, они действовали вместе совместно с Роскачеством, это приличная контроль. Это уже, да. Это государство имеет отношение. Они взяли, по-моему, 10 или 12 образцов. Я очень удивился, что, допустим, такой Квас, как букет Чуваш, и у них пролетел по каким-то серьезным показателям, то есть ушел в минус. То есть что-то там они нашли не то. Хотя мне казалось, что букет Чуваш и такой терпел. Ну, один из старейших традиционных продуктов на рынке. Вопрос оборудования, технологии, контроля за процессом такой серьезный на самом деле. Вот. И что меня крайне порадовало, то есть там из 12 образцов, по-моему, 5 или 7 все были признаны более-менее нормальными. Ну, мы, понятно, без всяких вопросов там были. Но сам, что мне согревало душу абсолютно в этом репортаже, можно просто забить, опять же, в гугле там НТВ Квас, да, и ты найдешь это достаточно быстро. И что мне категорически понравилось, вятский квас оказался из всех 12 образцов, там разных марок, самым насыщенным, то есть количество сухих веществ, которые в квасе содержатся, ну, там определяется методом выпаривания, максимально именно в вятском. То есть самый насыщенный, самый густой, самый... Это говорит о... Это НТВ. Нет, это говорит о пользе продукта. Конечно. О пользе продукта. Это, конечно, это говорит о качестве, об уровне, о пользе. Не просто пьешь, ну, как ты любишь повторять, пустое, да, что-то, нечто. Нет, нет, в том-то и дело, что в отличие от всех остальных, у нас первое место именно по насыщенности, да. То есть мы поэтому, то есть я бы очередной раз порадовался. То есть как бы мы молодцы, вот какие-то приятные вещи, что НТВ, что РБК, вот как-то тихонечко на федеральном уровне все-таки мы выскакиваем, да. Вот говорят, пандемия, год тяжелый, а тут смотри, июль преподнес такие приятные достаточно вещи. Ой, посмотрим, Володь, что будет с пандемией. Сентябрь, октябрь, мне сегодня пели опять в уши, что карантин возобновят. Я не знаю, какой идиот примет, ну, прости, прости меня, господи, там, правительство наше, прости, родная. Вот, потому что я не знаю, какой идиот примет решение о возобновлении карантина, потому что один раз экономика получила по мордам, то есть присела. она получила, безусловно, но я уверен в том, что мы еще полностью не ощутили этих, этого леща. Мы даже этого леща ощутимся как раз сентябрь-октябрь. Ну, да, да, да. когда вот счастливая, потому что хорошая погода и тепло нивелируют у людей ощущения, да. А вот сентябрь-октябрь, когда закончится отпускай, начнется учебный год, мы будем смотреть, будем таки посмотреть, как говорят в Одессе. А вот если они втопят еще в закрытие, там, не знаю, в сентябре-октябре, мама, мама, зачем, куда, то есть, ну, будем надеяться на лучшее. Ладно, конечно. Сложный вопрос. До сих пор многие в оцепенении еще пребывают, да, несмотря на то, что какие-то ограничения снимаются, но все это, конечно, очень и очень непросто переживать. Да. У нас подошло время небольшой рекламной паузы. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании, Ивятич, наш прямой эфир 211-101, я имею в виду номер прямого эфира, ваше сообщение принимается также на WhatsApp 8909-720-101-101-0. Пауза. Группный план Группный план у Владимир Маматов пресс-секретарь компании Ивятич. Говорим о новостях, связанных с предприятием, которые появились за последнее время. 8909-720-101-0, номер WhatsApp, можете писать, прямой эфир 211-101. Будем говорить дальше о приятном. Ну да. О новиночках. Ну вот смотри. Раз уж мы заговорили две минуты назад. У нас приближается осень. Об осени, да. Да, приближается осень и традиционно осенью мы, конечно, что-нибудь запустим. Что-нибудь... Не-не-не-не-не, не что-нибудь. Ну, нельзя. Так надо четко. У нас слушатели любят конкретику. Я все-таки надеюсь, что мне удастся убедить руководство и потратить, вот именно потратить деньги, потому что эконом... Как, господи, заговариваюсь уже, экономически, финансово этот проект неинтересен для Вятича. Мало интересен. А вот с имиджевой точки зрения он прекрасен. И вот посмотрим, чья сторона возьмет, то есть имиджевая, то есть холодильник или телевизор. То есть кто победит. Потому что, ну, помнишь, мы говорили, как-то выпустили русский имперский стаут. Вот эти 150 бутылок 150-летие. Элитная линейка. Да, там она ушла практически половина на продажу, половина на подарки, это понятное дело. Причем подарки там стоят. Ну, на аукционе она продавалась за две с половиной, в магазине, по-моему, штука она стоила. Ну, то есть ненормальные деньги для обычного человека совершенно за какого бы то ни было пива, да, безалкогольного, без разницы. Вот. я планирую выпустить 0.33, тоже стаут, русский имперский, более-менее промышленном объеме. То есть для, с моей точки зрения, я вообще, мне этот сорт очень нравится. Он очень плотный, густой, он совершенно насыщенный вкусами, крайне интересен, все замечательно. Но стоимость, вот, ситуация простая, стоимость 0.33 на полке его будет составлять минимум, ну, под 100 рублей. Это минимум. Это основной аргумент, потому что я не могу не спросить, потому что русский народ не привык к таре 0.33. Это первое. Соответственно, что ты вкладываешь в эту затеву? Понимаешь, в чем дело? Это, дело в том, что русский имперский стаут, это дольше брожения, гораздо больше сырья, потому что это несколько сортов саладов. Короче говоря, в самом производстве очень сильно дороже обычного пива, разов в два примерно. Плюс любители вот этого темного, густого, дегустационного сорта, его не так много. Это не на каждый день. Это даже не день через день. понимаешь, ну, как бы, человек выпивает обычного, безукогольного, разумеется, какого-нибудь цвета лагера, ну, выпив сегодня, выпив завтра, ну, бог с ним, что это, как бы, так, времяпровождение. Ты не попьешь таким же способом русский имперский стаут, ты раз в неделю, там, как бы, пригубил, попробовал посетить. Я слышал, у нас звонок есть, я пока прошу увести просто у телефона, чтобы Владимир минутку закончил мысль, потом вернемся, чтобы нехорошо прерываться так просто. Вопрос в чем? Но это демонстрация того качества, которое может давать завод того уровня. Я хочу делать премиальные сорта. Хочу. То есть, хотя, опять же, владельцы завода убеждены, что зачем нам премиальность, когда, то есть, там ничего не заработать. То есть, количество потребителей в Кирове равно, ну, там, проценты какие-то. Я считаю, что они должны быть. Вот, если удастся все-таки понять, что, ну, в самом лучшем случае мы с этой затеей уйдем в ноль. То есть, столько. Сведем в ноль, да. Да, да. То есть, чтобы уработаться, понимаешь, называется это. А вот с имиджами мне настолько это нравится, то, чтобы, ну, по крайней мере, люди, которые говорят, ой, да что это, местный завод, там, да что это, попробовали. И сказали, ребята, вот вы за эти деньги, вот это качество, попробуйте найти. Да, ну, попробуйте. И сразу же мы вам вернем все накопления, которые... Ну, вполне, абсолютно согласен, что это имиджевая штука. Такие вещи, конечно, надо делать с точки зрения пиара, маркетинга, чтобы застолбить вот этот статус-коу. Смотрите, мы можем, Вятич может. Вот это вопрос решится тоже буквально в августе, будем мы, не будем все-таки делать, я хочу делать. Как руководство, владельцы, это другой вопрос уже. Давай примем звонок. Алло, добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, слушаем вас, Александр. Значит, вопрос к Владимиру. Значит, вот он постоянно говорит, что розничные сети, пятерки, магниты и т.д. на полки не пускают товар вятича, в том числе и летние, безалкогольные. Ага. Значит, что наши сети, глобуса и т.д., то есть, как бы, они очень активно все это подвигают, на укладном руки, значит, на прошлый, Александр, Александр, вы отвлеклись? Александр. Да, Вы находите где-то, видимо, общественное место. На прошлой неделе, в четверг, после обеда, значит, готовить к пивнику, решить, к пикнику. Нормально, нормально сказали, да. Мы только добавим слово безалкогольному. Это мы добавим, вы-то, может, и не добавляйте. Да. Значит, решил приобрести летнее. Так. Значит, в один глобус в центре, в другой глобус в центре, ноль, нету. Все обсохло, да? В одном магазине, значит, представитель копошится у полок с продукцией вятича. Я спрашиваю, девушка, вы представитель вятича, да? Я говорю, а где наша летняя? Она говорит, руками разводит. Не знаю, где отсутствовать. Я психанул уже, думаю, пойду сейчас красно-белое и куплю все, что угодно. И слава богу, около... И слава богу, что, проходя мимо маленького магазинчика, заглянул и чисто случайно обнаружил там, то есть, абсолютно не сетевой, ничего. Ну да, да. Традиционная розница, да. Не буду его рекламировать, но плаку ему в руки и вообще. А эти наши прославленные глобуса нахрен ничего не надо. Так что вот, где ваша вся реклама, я не знаю. Ну, по мне, так это наше типичное глядское, да не, русское раздолбайство. Раздолбайство. Это, к сожалению, вот прямо по больному, потому что вопрос дистрибьюции, это настолько мучительный вопрос. Сети, да, сети не пускают, но вдобавок ко всему просто-напросто умудряются не довозить или то есть заявки формировать, когда в магазин уже обсох, там нету ничего, да. Вакуум. Да, уже. И вместо того, чтобы оперативно заполнять, там день, два, люфт. И я слышал уже от нескольких людей, что опа, зеленого нету. Человек поехал в Казань, объехал три глобуса, желая купить при поездке в Казань. В итоге, в четвертом глобусе плюнул и взял летнего. Вот такие ситуации, да. Знаете, я верю, что какой-нибудь, не знаю, месяц и полгода, год может быть, и наконец-то каким-то способом навятичи поймут, это самоадресовано уже скорее руководству и владельцам завода поймут, что отдел сбыта нуждается в коренном реформировании. И если этого не сделать, то какие бы там сети-то не зашел, все равно получится немножечко не то. Ну ладно, это вот спасибо за звонок, конечно. Да, Александр, так, все, видимо, высказался Александр. Действительно, ну представь, да, любого человека на месте Александра, кого будет винить, не магазин, ведь авиатич, вот опять этот авиатич, свою продукцию. Я наблюдаю эту конструкцию уже не один месяц, давай не будем, это очень мрачная тема, то есть уровень дистрибьюции, он не отвратительный. В общем, систему нужно реформировать. Он прекрасен по сравнению с остальными кировскими компаниями, прекрасен для Кирова, но он совершенно не годится, вот прыгнул, вот прыгнул сбыт сейчас в июле из-за жары. Да. Мгновенно совершенно обнаруживается, что нехватка, 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 не воз... Логи, проблемы с логистикой, проблемы с оформлением, со всеми, то есть система не готова даже к минимальному уровню. А что будет происходить, если у тебя производство увеличится хотя бы в два раза, то, что я рассчитываю в течение года-двух, да? Ну, что мы будем делать? Вот так же по-прежнему на коленке, на конной тяге и глубиной почте, ну, ерунда, конечно. Ну, есть ведь уже отработанная какая-то классическая схема этой самой дистрибуции? Есть ли это вот принести сюда и внедрить? Так, дело в том, что классические схемы их несколько, то есть для того... Выбирать более подходящую, еще один вопрос о дистрибьюции, как со всем остальным на самом деле в фирмовой и в промышленности, это кадры. То есть для того, чтобы хорошо провести дистрибьюцию, тебе нужны очень высокопрофессиональные дистрибьюторы. То есть тебе нужны люди, которые пашут. А это... Начиная от руководителя, да, этого отдела. Да, естественно. Это проблема, потому что наши люди, они немножко могут немножко пахать здесь, а тоже у него есть небольшой огород, и еще он занимается частным извозом, еще он занимается вот этим. То есть понимаю, понятно, что ни в одной из профессий он результаты реального никогда, ни при каких обстоятельствах не достигнет, только гении могут сразу несколько вещей делать, да, гениев немного. Вот. А большинство людей не могут. То есть он настоящего качества не получает нигде, но по чуть-чуть где-то набегает курочка по зернышку и вот все вот так. К сожалению, это так и есть. И с этим пока... Я вот, я не понимаю, что с этим делать. Это не моя, на самом деле, задача реформирования и дистрибьюции, но это необходимо. Прости, я отвлеку сейчас, спрошу нашего звукорежиссера. Влад, подскажи, пожалуйста, у меня просто одни часы показывают 40 минут, другие 43 уже. У нас сколько есть времени? Скажи, я понимаю, что наша беседа уже с Владимиром подходит к завершению. Покажи на пальцы, сколько? Три минутки у нас еще есть? Три минуты у нас есть, Владимир Маматов. Вернемся к теме планов-то. Да, нет. Вот русский имперский... Да, нет, это чисто русский ответ. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Вот. Русский имперский стал. Сейчас мы будем решать, все-таки выпустим, не выпустим. Я надеюсь, что выпустим. Но главное, это, конечно, следующее в линейке 31 безалкогольного. Это, скорее всего, будет все-таки полная презентация. Это будет ноябрь. Моябрь. То есть мы начнем рекламную кампанию до конца сентября, начало октября. И, соответственно, в ноябре, скорее всего, выпустим. Там есть определенные планы с тем, что есть определенная у меня, по крайней мере, была мысль повести, наконец, немецких пивоваров, которые у нас инспектировали в Вятич, давали оценку сортам, показать просто натуральных немцев, которые натурально оценивают, которые дипломированы. Там специалисты из Баварии, из той же, чтобы они вказали на немецком языке через переводчика. Гуд? Да. Или шлейхт? Вятским жителям объяснили почему, как растут ноги у самолетов. Но это, видимо, будет связано в том числе с международной обстановкой. Да, да, да. Разрешат ли они вообще приехать и так далее. Ну, надо ждать новинок. Надо ждать новинок. И мы поступим в любом случае точно так же, как мы поступали с «Зеленым-31» безалкогольным. Мы проведем опрос. То есть мы выясним, там есть параметры, которые вот лучше всего, если ответит публика. То есть ответит потребитель сам, он хочет так или хочет так или хочет так. Вот мы это услышим и сделаем тогда так, как захотят люди. Вот примерно так. Ну, тут задействованы будут группы в соцсетях, сайты, я течу. Тут все то же самое. У нас было тогда 250 тысяч примерно контактов в итоге, суммарное количество. То есть, ну, информативных анкет, там, тысяч 10, наверное, было. То есть выборка очень репрезентативная была. Я думаю, мы то же самое сделаем сейчас. Напомню, социологов привлекали, да? Да, конечно, конечно. Профессиональных. Да. То есть сделаем то же самое. В итоге получим. Посмотрим. Ну, это все осень уже. Планы на осень. Завершение летнего сезона может быть как-то по-особому. Ты сказал, что в июле в связи с погодой действительно увеличились продажи. Это не может не радовать. В качестве ответного слова может быть что-нибудь любимым покупателям и жителям региона. Читайте этикетки. Вот этого я буду повторять, как Карфаген должен быть разрушен. Читайте этикетки. Смотрите на состав. Если там виден рис, ребят, не берите. Если там видно какое-нибудь несоложенное сырье, ребят, не берите. Просто не берите. Потому что смотрите на производство. То есть где этот завод? На старых советских заводах в большинстве своем сейчас дображивается до состояния серого, а потом разводится водой. То есть это очень простоятельно. Это уже технология, используемая крупняком, транснационалами. Да, это прекрасная технология в излечении денег. То есть, ну, вот как бы выбирать. Можно брать за 29 рублей, да, можно найти там за 35, не знаю сколько. Можно найти. Ну, вот это не то. Вот просто не то реально. То есть я в данном случае я могу не агитировать завязь, потому что на самом деле те же транснационалы, у них есть варианты, когда они не мухлюют. Занимаются этой ерундой. Да. То есть у них есть премиальные хорошие настоящие марки. Настоящее качество есть. Действительно там разливается по технологии. Все правильно. Стоимость просто этих вещей такая, что обычно человек их никогда не купит. Это нереально. Ну, со средним доходом ты 20 раз подумаешь еще перед тем, как брать, не брать. Вот. А то, что массово, ребята, они просто делают деньги. Читайте этикетки, смотрите внимательно. Ну, думайте перед покупкой за секунду так рука потянулась. Там просто... Ну, даже ты взял эту банку, оберни ее. Посмотри там бутылку. Посмотри, что на этикетке стоит. Несваженное сырье, рис, вот это вот все. Экстракт акации, как в Таустике. Все? Лучше от этого отказываться. Владимир Мамотов, пресс-секретарь компании Ветич. Давай посвятим слушателей, когда мы увидимся. Во вторник, в 13. Нет, это у нас из-за моей поездки в Ижевск. Да, да, да. Это у нас временный перенос на пятницу, а так в 13 часов, в следующий вторник, во вторник, 4-го числа мы будем здесь. Да. Всем до свидания. До свидания. Крупный план.